всем привет вы на канале мурмял и сегодня мы играем уже в четвертую серию человек паук кому интересно усаживайся поудобнее и поехали смотреть надо проверить что там стряслось в аукционном доме давай пошли посмотрим аукционный дом интересно что там произошло как раз проверим до него конечно далековато мы сейчас по дороге будем лететь как раз вот откроем вышечку искусственный интеллект костюма суд на вашем нам откроет новый райончик какой-то и новые задания быстренько быстренько так смотрите под нами что-то происходит какое-то или ограбление или какой-то бандитизм надо сейчас найти как можно быстрее или как опять человека закрыли в машине такое тоже возможно помните в прошлых сериях было да смотрите лежит в багажнике а ну открывай давай спокойно я рядом спасибо тебе день а как всегда ребятишки ну давайте вас там четыре человека всего-то против одного меня о смотрите еще подмога подбежала идут был большой такой бугай пути будет и по бугаю ударил в люком чем-то тот платим худышка маленьким их я легко разделываю а вот здоровяка конечно тяжело более бронированы что ли так все бегут бегут бесконечно вот тоже сделали такую гадость закрыли человека в машине в багажнике а теперь еще и возмущаются дерутся со мной ты посмотри на них что это такое пистолетом стреляешь ты что вообще рамсы попутал почему нельзя супер силу на этого бугая применить а на тебе мой супер костюмчик с одного удара моментально адская кухня пройдена пошли дальше что тут рядышком есть пока будем идти до нашего задания парень в багажник потихонечку наши мини задание сделаем допустим рюкзак смотрите на самой верхушке большого этого здания представьте как тут жить в этой высотке я бы наверное не хотела хоть и но и красиво виды все дела но как-то более неприятно что ли учебник по физике полицейская пуля из тех времен когда я считался сообщником электро хорошо что учебники толстые плохо что дорогие хорошо давай наверное костюмчик поменяем я говорила будем практически в каждой серии менять вот мне вот этот нравится смотрите какого блестящие первое переливается такой как металлический но с отливом таким прикольным конечно будем значит в этом пока бегать эту серию следующий не знаю посмотрим поменяем ли потому что на каждую серию нам точно костюмов не хватит но менять мы будем обещаю идем вышечку откроем и мелкие волны но мы быстро нашли вторая вышка в этом райончике открыта чем-то будет потом третью подработаем на ней тут рядышком есть снимочек здания смотрите что это мы тут будем фоткать я не знаю что фоткать а вот эти вывески всякие хорошо неинтересно думаю может здание снизу вход не то не вывески все-таки фоткают пошли потихонечку ближе к нашему основному заданию по дороге там я вижу опять таки можно будет по фоткать что-то что ж такое не хочет он так быстро лететь вот как раз смотрите два здания впереди будем фоткать по дороге в прошлых сериях мы тоже нафотографировались ужасно так тут мы вход фоткаем какой-то странный вход так идем дальше простите простите извините и что пробежала этот квартальчик завернули ничего это что нам надо этот плакат сделать да смотрите все таки ой немножко не в объект попали бар джози отлично бар джози зафиксирован и полетели дальше конечно лететь аж 1120 метров о по дороге смотрите еще одно здание я пока не могу отвечать извините минут надо важное задание сделать тренажерный зал зафиксировали мужей тренажерный зал мы все в этом районе так понимаю будем фиксировать а потом случае чего какое задание у нас будет фиксация полная и мы сможем я думаю быстро туда перебраться или даже найти кого-то преступника или еще чего хуже полетели 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 взял упал в яму вообще все как раз вот смотрите на крыше подходим лучше поискать заднюю дверь вот как раз задняя дверь потоке я теряю терпение где это папка здесь кто-то еще ну их она умрет сниму их незаметно давать потихонечку юрий тревога не учебная парень в маске и с оружием взял заложника похоже на ограбление принято посылаю к тебе отряды а ты пока следи чтобы ситуация не ухудшилась есть мы сейчас будем как раз потихонечку снимать их чтобы никто не услышал ой что эти там отвлекают давай подходи и залазь ко мне новая бабочка сделана закутанные в пути но не выглядят как мир в этом кто зашел в комнату во время мы залезли на на крышу надо подцепить его сверху все висит тут тут твое законное место осторожно стоит ух и даже так могу бесшумно убивать тише тише это классно не подходя к нему сдалека можно сблизка подойти тихонечко он даже не обратит внимание кого они там уже убивают тут два дружка стоят и их нужно как-то безопасно убить а вот можно отвлечь на вот этот например ящик да смотрите паутина можно отвлекать предметами и потом убивать безопасно ну что ж такое что не могу стрельнуть ага а е все одного отвлекли второго к себе потягиваем а теперь и второго можно убить безопасно ой это было опасно так наверно до его нокаутировать лети потому что вызовет сейчас подмогу и все и миссия провалена будет что это что этот аппарат какой-то это же принадлежит стоять знаешь если бы мне платили за все стоять эй пит эм джей что ты тут делаешь то же что и ты работаю ну или работала кажется это твоя спасибо это робби велел написать о взломе для бьюгла ну вообще-то робби не знает что я здесь и взлом начался лишь пару минут назад а что сейчас расскажу эм простите я мэри джейн ватсон освещаю продажу коллекции fisca да она крэйк сказал что встреча завтра я люблю все делать быстро ну а я нет вам придется прийти завтра да конечно простите эй крэйк нет извини но похоже на обложку придется ставить что-то другое даже не знаю может а вы экспрессиониста знаете что я думаю сегодня получится вы уверены вы здесь зачем же откладывать спасибо крэйк забудь порядок давайте приступим осмотритесь тут и ознакомьтесь с предметами как закончите я буду ждать устату и баку сейчас давай посмотрим что тут интересного театральной маски почему питер это делает но вот не люблю я этих героев под маской ведь после всего хочется с чувством выполненного долго сказать да это моих рук дело ну мне бы точно хотелось это сказать лично пошли дальше посмотрим какие тут выставочные экспонаты есть ооо тут что у нас катана ухты фиск нанес этим питеру глубокую рану во время их первой схватки пит смог уйти я нашла его у дверей почти мертвым и еле довезла до больницы на папиной машине так я в первый раз стала медсестрой энджей класс стремного шампанского вина выставлено жаль нельзя это самурай помню как фиск начал незаконно возить такие артефакты он купил для этого местный порт и уволил всех кто там работал включая моего папу жаль что папа уже не увидит как все обернулось хорошо пошли дальше посмотрим ооо тут прям огромное такое что то а ну что это у нас гобелен не могу забыть этот образ сколько напряжение между двумя фигурами ну да огромное оно конечно вот еще какой то гобелен только что то тут другое нарисовано пейзаж массу красота иногда я хочу бросить все и просто путешествовать а потом вспоминаю работе и всем остальном хорошо все наверно хватит давай скажите как будет я готова хорошо я готова начнем с самого ценного уникальная фигурка в стиле каким он красота это мифуны верно у мистера физка тонкий вкус вы много с ним общались до ареста ну по вопросам работы я помогала ему с аукционами прошу вас пойдемте ну пойдем когда нам сидишь шампанского выпить или вина может и что она кругами ходит и куда она меня хочет привезти не могу понять сюда нет все уже уходит в другую сторону странная женщина ага сюда привела да опять куда ты идешь ты куда идешь подруга этот изысканный шедевр характерный пример традиционной техники террасикомы эти два нео впечатляют понимаю почему это нравилось физку его стиль да двойственность труд создающих тих среди шума разрушающих а на этих его аукционах хоть раз случалось что-нибудь необычное нет нет конечно нет я ни о чем таком не слышала хорошо а теперь куда ты меня привела к чайничку да его же надо будет сфотографировать полюбуйтесь золотым орнаментом на этом чайном наборе знакомый с прокуратурой как-то сказал что физк там отмывает краденые вещи я абсолютно ничего об этом не знаю о конечно просто интересно теперь когда его арестовали вы не припоминаете ничего странного знаете что у меня не так много времени почему бы нам не сделать фото для обложки когда я сказала что буду писать про вас мой друг из прокуратуры ответил что знает ваше имя просто фото пожалуйста встаньте там пошли встанем непонятно что ты хочешь от меня ну пошли вы уверены что вам нечего рассказать о делах физка может быть не под запись сомневаюсь что вашим читателям будет интересно черт подождите здесь фото фото сфотографирую этого готова крэк я перезвоню дорогая мне кажется вам уже пора а можно воспользоваться туалетом конечно идите за мной спасибо здесь здесь очень симпатично да и вы видите это место в последний раз женский за углом не задерживайтесь конечно сейчас вернусь все побежали вот туда на статуе заныкала стопроцентно мы ее смогли сфоткать это хорошо красная опасность что ты позвонил потому что твоя журналистка явно не собирается делать нам рекламу как мы договаривались нет она сейчас здесь надо попасть в ту подсобку если я правильно узнала ту статую тут пахнет хорошо желтый тон предупреждающий красная опасность что значит ему пришлось перенести если это не твой репортер то кто она крэк кто проник в мою галерею про меня рассказывает о господи нет ты не сможешь разобраться ну давай отходи уже ну первым делом я добьюсь ареста этой мисс журналистское расследование и что я буду так смотреть на тебя я снесу тебе голову крэк черт она злится совершенно верно это угроза ага когда ты там доболтаешь ментов тут дверь срочно о пошла пошла все обходим ее и проникаем и проникаем я тебе не верю Пит мне об этом рассказывал Фиск прятал в ней улики почему же копы ее не забрали эта статуя должна открываться но как но там за ними но выглядит по-другому смотрите тут на фотографию этот бандит в первой серии которую мы уничтожали помните в тюрьму посадили его а тут что у нас на столе журнальчик и какая-то брошюрочка о можно взять а ну это статуя это статуя двигается основная поза скрытая сила рот закрыт левая рука вниз правая ладонь вперед я так понимаю нам надо будет выставить эту статую в такой же позе он что-то держит и что-то ему в руку дать то что он держит что-то такое двухконечная палка хорошо пошли выставлять значит статую в нашей нужной позе так подымаем руку вверх рот закрыты голова повернута а это опущено вот почти но чего-то не хватает руку надо дать палочку по-моему вот она первая лежит я уже видела да вот она двухконечная смотрите забираем ее же можно взять? да? можно смотрите теперь идем быстрее статуи давать и что произойдет интересно вот так Норман Осборн что это? дыхание дьявола что за дыхание что там? извините сэр вам вам нельзя плохо где эта статуя? там вон там возим кусок но я уже собиралась уходить и увидела тебя тебе очень повезло вообще-то это я тебя спасла Слушай, эти парни в масках, они ищут эту папку. Но я не вынесу её отсюда, пока их тут тьма тьмущая. Точно. Так, спрячься тут, я разберусь с ними, а ты сразу беги. Хороший план. Рада тебя видеть. И я тебя. Хотя нашу встречу я представлял иначе. Забавно. Я представляла именно так. Она что, сменила духи? Соберись, Пит, соберись. Ну всё, пошли на приключения. Будем потихоньку их уничтожать. Прежде чем идти дальше, закончу с этими парнями. Раз Человек-паук тут, значит будем идти помогать. Так, ну тебя я, наверное, смогу подтащить, да? А ну давай, надеюсь, это будет безопасно. Вроде бы спокойно. Так, я не знаю, что это такое, но она напугала Фиска. Он сравнивает дыхание с ящиком Пандоры. Фиск редко пугается. Пора вытащить тебя вместе с папкой. Держись. Так, двоих мы уже уничтожили. Сейчас тут на входе надо вот тоже человечка одного отлечь. Потому что в той комнате тоже очень много, я смотрю, ходит. Потихонечку, потихонечку уничтожать. Так, ну давай посмотрим. Ага, стоит за стенкой. Хорошо, что я вниз не спрыгнула. Смотрите, оказывается не один, а двое стояло. Все, значит тебя тоже нокаутируем. Все, виси тут. Теперь, думаю, мы можем спокойно снизу работать. На входе никого нету, а вот там можно будет привлекать потихонечку и затягивать к себе. Идет, идет. Ага, я только могу его нокаутировать. А мне там никого нету? Да, смотрите, появился. Так, быстрее, быстрее. Пока они никого не вызвали. Боже, доли и секунды, я бы сейчас проиграла, это точно. Все? А вот тут их еще много. Ну все, начинается Великая Бойня. Раз уже нельзя тихонечко уничтожать, будем громко. Ну сейчас, наверное, опять, как всегда, набежит целая группа. Вот этих вот призраков точно. А Никита реально странный. Смотрите, Никита в масках все. Пистолеты у них. И смотрите, магическое что-то непонятно что. Немножко понимаем. Похоже, это что-то энергетическое, а не призрачное. Ну и ладно. Ух ты, я тут прям целый титан вышел. С какой-то косой непонятной. В принципе, мы его разделали на раз-два. Ага, подмога бежит, как всегда. Что-то мы с этой косой уничтожаем их очень быстро. На них надо, правда, суперсилу тратить. Но ничего. В принципе, легко. Ага, еще полубегала. Я думала, уже это все. Ну это такие простенькие, так сказать, охранники. Разминочка. Ах, что-то древнее. Кажется, я знаю кое-кого, кто поможет узнать, откуда это. Я говорила с Крейгом. Вы не тот репортер, которого он прислал. Вы не из культурного наследия. Я этого и не говорила. Что ж, Мэри Джейн Уотсон, Дэйли Бьюгл. Вы не напишите ни строки о том, что вы видели. Расскажите. Вы знаете, что украли эти мужчины в масках? Это... Я не... А о том, что Физк долгое время сбывал на аукционе краденые вещи? Наш адвокат свяжется с вашим редактором. У Мика? Что, шести месяцев не было? С каких пор Мик стал итальянцем? Без понятия. Но я рад, что он еще готовит фри. Точно. Лучшее в городе. Ну, как там работа в Бьюгл? Мм... Ну... В общем, Робби только что прислал мне гневные сообщения о моей сегодняшней выходке. Похоже, меня ждет встреча с юристами. Снова. Бралась. Как только он прочитает твою статью, он тебя повысит. Так. Жуткие парни в масках. Что думаешь? Рядовой вечер в Нью-Йорке. А ты? Как будто за этим стоит что-то большее. Но хватит о моих делах. Как... Как твои успехи? Ты получил то повышение? Нет. Но мы подошли к чему-то серьезному. Ты ведь знаешь, что Воскорб тебя мигом возьмут? Один звонок Гарри и... Знаю, но... Доктор Октавиус может помочь миллионам. Я... Я занимаюсь тем, чем хочу. Тем, чем должен. Звучит, будто это важнее другой твоей работы. Не слышала от тебя таких слов? Многое изменилось. Зачем ты позвал меня, Пит? Ну, просто... Поужинать, как друзья. Друзья? Мы теперь друзья? Ну, мы можем ими быть, если ты не против. У нас чемодан прошлого. Да, верно. Но... Что в этом плохого? В чемодане же может быть и хорошее. Например, деньги или ключи, или клубничный бальзам. Ты помнишь, почему мы расстались? Это вопрос с подвохом, да? Спасенный сиреной. Поговорим потом. Иди. Рад видеть вас снова вместе. Вы двое мне всегда нравились. Все. Какую-то мы часть этой игры прошли. В принципе, я думаю, очень насыщенно у нас получилось. Спасли мы нашу Энджей. Давайте будем на этом заканчивать. Кому понравилось, обязательно ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Про колокольчик не забываем. Всем до встречи. Всем пока. С вами была ваша... Мурмял. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Субтитры сделал DimaTorzok